Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слово чудесное – благодать, чудесная спасительность. Может быть, это будет следующая тема. Мы говорили о чудесном законе, который Бог нам дал. В прошлый раз мы говорили о том, что именно закон, он удивительный, прекрасный. И вот я думаю, в канун Хануки, что это за праздник? Ведь праздник не только света, который мы зажигаем наши светильники, Хануки, но и, наверное, что-то особенного. Последняя строка книги Маковейской, которая не вошла в канон, общий канон Библии, который мы имеем, но он у нас записан в полной Библии. И там последняя строка – благословен Спаситель Израиля на вечные времена. Аминь. Когда я почитал это, я подумал, благословен Спаситель Израиля. Слово «спасение» означает «ешуа». Это спасение, которое дано нам сегодня, оно удивительно и отвлекается как раз в эти праздничные дни. Не зря, я думаю, не зря, это не просто совпадение, что празднуем мы Хануку в это время, когда большинство церквей западного мира празднуют Рождество. Некий прообраз, свет миру. Сегодня мы будем изучать два местописания. Это послание к ефесянам и Евангелие от Луки. Несколько, не все будем, только несколько вещей. Но именно в прошлый раз я задавал вопрос, и задам сегодня и вам этот вопрос. Ну вот, насколько мы удивляемся спасению. Насколько это спасение, которое мы получили в Ешуа Мессии, оно впечатляет нас. Насколько оно чудесно и уникально, удивительно в наших глазах. Чудесное спасение. Которое связано фактически и с тем праздником, который мы празднуем. Ханука было, на самом деле, удивительным, чудесным спасением для Израиля. От не только рабства физического, но и духовного рабства. Так как некие постулаты мирского мышления, греческого мышления, были навязаны евреям. И они, как бы, вот мы называем их еленами, да. Те, которые были греческого мышления, евреи, агрекованные, да, или, как можно сказать, греческого мышления. Вот тогда была борьба, борьба не была против или за, была борьба с, с понятием того, что мы народ свободный, который Бог взял удел. И этому уделу есть свои принципы. Помните, мы говорили, еврейское поклонение, еврейское служение перед Богом проявлялось через познание закона Божьего, сохранение его и исполнение. Таким образом, еврейский народ выражал свое поклонение перед Богом, свое почтение Богу. И вот это спасение во времена Хануки, мы говорим во времена сынов Маковейских, да, или царей Маковейских, там происходило именно это спасение. Мы все спасены по великой милости и благодати Божией. И само по себе спасение является уникальным состоянием. А сколько мы его переживаем? Как глубоко мы понимаем, что такое спасение? Послание к римлянам. Рав Шаул начинает послание своими разными стихами о том, чтобы люди осуетились. Там произошло замещение миропонимания, и Бог предал их распутству и так далее, и так далее. Но что-то происходит уже в 10 главе. 10 глава, 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Сколько раз люди сегодня призывают имя Бога? Вопрос у нас существует – спаслись ли они? Кто-то перекречивается, говорит – свят, 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 свят. Да, перепугались и призывали имя Божье. Вопрос – спаслись ли они? Вот этот момент, когда мы говорим о спасении, чудесном спасении, чудесном переживании, мы говорим о состоянии, которое произошло, то есть в прошедшем времени. Именно вот здесь имеется слово, которое используется в греческом переводе как «созо». Мы говорим о спасении, спасется, слово спасется для нас словом будущим. «То, кто призовет имя Бога, тот, может быть, спасется». И мы так мыслим. Мы мыслим мышлением, что если сохраним веру, сохраним все, что нам необходимо для того, чтобы пройти этот путь. Помните, мы говорили, мы плывем, пытаемся в весной благодати поскорее в небеса. Вот со всеми силами мы предлагаем, чтобы спастись. И вот как будто мы понимаем, что спасение – это будущее. Что-то у нас происходит в будущем. Но здесь слово «созо» используется больше как в прошедшем времени. И здесь говорится о том, что это спасти, спасать, избавлять от опасности или уничтожения. Спасти страдальца от мучения. То есть, когда он мучился, его спасли. То есть, спасли не будет, когда он мучился, я тебя спасу. А спасти, то есть, прошедшим. Потом здесь используется слово «сохранить того, кто подвергается опасности». Исцелить дух, душу и тело. Когда мы читаем Исаия 53, там интересная есть фраза, с которой мы все соглашаемся. Потому что, когда нам очень плохо, что-то болит, почки, селезенка, сердце, волосы выпадают или что-то еще другое, мы сразу начинаем говорить слово, которое провозглашение. Мы провозглашаем. Какие слова мы провозглашаем? Он взял и связан был за грехи наши. Он страдал за наши грехи, да, и за беззаконие наше он страдал. Наказание мира нашего было о нем, и ранами его мы исцелились. Помните, я говорил «созо»? Это слово, которое используется для исцеления. То есть слово «исцеляющие». И вот когда мы говорим о спасении, мы иногда имеем небольшой русский конфуз такой в голове. То ли это будет, то ли это еще было, то ли это прошло совсем, мы забыли, как оно происходит. Либо это еще будет, если мы пойдем до конца. Хочу сразу говорить о том, что я буду говорить о спасении. Здесь я буду говорить о спасении в вечном. Вечное спасение. Потому что мы говорим, что Бог наш, Бог Авраама, Цаха и Якова, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И если мы ассоциируем наше спасение с нашим Богом, то это спасение, оно было вчера, сегодня и вовеки осуществится. Услышьте меня, я хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Римлянам, 6 глава, 23 стих. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная, Вешуа Мессии. И ассоциация спасения для нас, как жизнь вечная. Потому что вот куда мы идем, Бог вечен. И это спасение, оно вечное. Если мы говорим об этом, если наш Бог вечный, то и спасение, которое мы верим, что мы были избавлены от чего-то, оно вечно. И эту вечность мы чаще всего переключаем на сейчас и потом. Но никогда не думаем о том, что оно было. Мы в школе учили. Это настоящее, будущее и прошедшее время. Вот как вот для нас нужно определить еще позицию прошлого времени. 1 Иоанна, 2 глава, 25 стих. Обетование же, которое Он обещал нам, Он обещал, есть жизнь вечная. 1 Иоанна, 5 глава, 13 стих. Сие написал я вам, верующий во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Вот ассоциация спасения и жизни вечная. Можно также говорить о том, что если мы верим в вечного Бога, значит, это спасение, оно было уготовлено нам еще до сотворения мира. Да только мы еще родились. Итак, когда Моисей встречается с Богом, или же у горящего куста, он задает ему вопрос, как тебя зовут, какое твое имя. И Бог говорит, овей, овей, я есмь. Слово я есмь означает бесконечность. Он говорит, я вчера, сегодня, я вовеки тот же. Я тот, кто есть, кто был и вновь градет. Значит, есть места в Писании, которые нужно понимать. Место, которое я вам почитаю сейчас, оно вам очень знакомо. Но мы никогда не задумывались о том, что это слово используется пять раз и используется только в одной книге, которая называется Откровением. Откровение 1 глава, 4 стих. Благодать вам и мир от того, который есть, был и градет. Восьмой стих. Я есть альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и градет. Откровение 4 глава, 8 стих. И каждый из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри они исполнили очей, и днем, и ночью не имели покоя, взывая. Свят, свят, свят Господь, Бог Содержитель, который был, есть и градет. 11 глава, 17 стих. Говоря, благодарим тебя, Господь Божий Содержитель, который есть, был и градет, что ты принял силу твою великой и воцарился. И последняя, 16 глава, 5 стих. И услышал я ангела, который говорил, праведен ты, Господи, который есть, был и свят, потому что так судил. Мы видим, именно в Откровении Иоанна говорит очень много о позиции, не просто Бога, который всегда был, а он говорит о том, что Бог был, Он есть и Он грядет. Позиция для нас важна, потому что мы встречаемся с такими пониманиями, как наше спасение. Мы понимаем, что мы живем в спасении, как те, кто уверовали, мы живем в спасении. И мы знаем, что если мы сохраним веру до конца, нам будет уготовлено вечное царство, то есть мы перейдем в спасение. Я хочу немножко показать вам, как я вижу о том, о чем я хочу говорить. Если вы поймете о том, что я хочу сказать. Я не буду концентрироваться на настоящем спасении, то есть во время сегодняшнего и будущего. Я хочу говорить о прошедшем спасении, которое у нас было, которое произошло, которое произошло и что с нами это делать. Потому что если мы, не понимая о том, что с нами произошло это спасение, мы не можем понять, что нам делать сейчас и что нам ожидать в будущем. Вы понимаете, о чем я говорю? И у многих есть этот конфуз, потому что мы не понимаем, почему мы служим, что мы делаем, что мы должны делать во время нашего поклонения, словословия, хвалы, что мы должны делать в нашей жизни. Потому что мы не понимаем, что произошло тогда и что происходит с нами сейчас. Если, возможно, я сделал этот, не слайд, а такое положение. Если мы увидим в центре нашего, в нашей слайда, напишем спасение, потому что Иешуа на Голгофском кресте сделал что-то. Умирая, он сказал, что свершается или свершится? Он говорит, свершилось. Свершилось что? Наверное, спасение человечества. Плата за грехи человечества была смерть, пролитие крови. Когда он умер, говорит, свершилось. Свершилось искупление. То есть, другими словами, свершилось спасение. И вот когда мы говорим о том, что оно свершилось, нужно в это верить. Итак, вот мы видим спасение. Оно имеет прошлое время, настоящее и будущее. Как я смотрю на это? Бог, он был, он есть и вновь грядет. Он был, есть и вновь грядет. Наше спасение, когда мы еще не родились, еще не было частичек вселенной. Наше спасение уже было? Приготовлено для нас. Да, потому что слово «Ешуа» означает спасение. Он был уготовлен, как агнец, который должен был просто пострадать. Оно было уготовлено для всего человечества. И поэтому мое понимание, что это спасение уже было. Но в него мы иногда, как бы сказать, не совсем понимаем, что оно значит для нас. И вот, выключилось, я понял. Дальше. Мы были спасены. Мы были спасены. Мы спасаемся, то есть мы сейчас спасены. И мы будем спасены от этого мира. Что имею в виду? Мы были спасены от наказания греха. Кто из вас за ваши грехи страдал? Ну как, мы переживали, да? Но никто из вас не умер и не воскрес за ваши грехи. Воздаяние за грех, что? Смерть. И Ишуа, да, он взял на себя грех наш. И он страдал, именно он страдал за наше наказание греха нашего. Потом, мы спасены от силы греха. Об этом говорит Писание, что мы спасены от силы греха. Грех не властвует над вами. Почему? Потому что мы спасены. Лишь потому, что мы спасены сегодня наше спасение, то, что грех не властвует над нами. И мы будем спасены от присутствия греха. вы знаете что они на небе не будет грехов греха не может быть на небесах поэтому мы будем спасены от присутствия греха сегодня мы мы воюем мы противостоем мы в нашей душе мы изменяемся мы спасение нашей души в нашем духе душе и в будущем от нашем теле мы изменимся помогать мы изменимся наши тела что они изменятся вот знаете такая простая аналоги но но фактически хочу понять чтобы поняли что если мы поймем о том что спасение для нас сделала тогда мы живя вот в это время будем иметь мир потому что мы знаем что это спасение делать для нас мы получим мир если будем знать что она сделала для нас прошлом мы также будем иметь веру в то что еще не открыто посредством того что мы пережили тогда нашего спасения но если у нас этого нет если мы не поймем что спасение сделала для нас что оно произвело тогда мы будем ходить в депрессии потому что потому что не знаем как с ним бороться мы не знаем что делать с этим мы будем ходить в страхе потому что мы не знаем что будущее нам принесет вы понимаете да многие люди даже боятся умереть потому что понятно что жалко эту жизнь хочется еще пожить немножко порадоваться но они с на самом деле больше всего боятся от того что их ожидает там за чертой бедности ну бедный тот человек который бы не знаю что его ожидает потом вот этот момент очень важно деяние апостола 2 глава 21 стих и будет всякий кто призовет имя господне спасется слова спасется это будущее будущем до туда а как бы как же будет прошедшим спасен спасен сейчас какой великий русский язык мы читая писание сами начинаем запутываться то мы спасемся спасаемся спаслись хорошо если я принял иисуса личным спасителем и что я спаси я спасаюсь или уже спасся значит прошлое уже произошло или спасусь еще еще спасусь услышите услышите меня вот здесь у нас конфлюз происходит что произошло если я принял пять секунд назад и шоу личным спасителем я уже спасся это прошлое прошлое или настоящее пока еду еще спасаюсь алло ударился я уже спасем потому что уже ушел вниз вернее вверх или вниз есть что-то от особенно в понимании что мы производит что происходит с нами этот момент очень сложный нам осознать если мы поверим в то что мы были спасены в тот момент когда мы призвали имя бога нашего если мы поверим что мы спасены тогда у нас есть надежда а если просто мы понимаем что ну надо так сделать так надо сделать вот и мы пронесли произнесли стандартную молитву ну что подцепились от нас наши близкие мы спасены или нет сказать а кто об этом судья я не вам судья но я поставлен богом быть начальником от и к то помню что такое от и к отделка технического контроля то есть я должен проверить ваши ваши плоды и ваши плоды соответствует вашему спасению они производятся спасением которого вы получили которые вошли в это поверить нужно вот момент спасением услышьте меня если вы записать эту фразу уникальную такой может быть на некоторых спасение не цель которую нужно достичь а мы так часто делаем но это дар который нужно принять это разница разница есть дар который нужно принять а чаще всего у нас принято что не свое какая разница даже кому-то машину автомобиль что-то еще если не свой если не свой автомобиль ну по колдобинам поехали там какая разница то есть мы не ценим то что нам дали и вот эта мысль которая происходит у многих людей мы не ценим то что получили даром и пытаемся произвести действия работу удержаться свое спасение и буквы подожди не по делам не делами спасается но верой вера которую нам данной помните говорили о благодати вот здесь именно величайшее понятие благодати не заслужено не заслужен то что происходит с нами 16 лет на горящий бабушкиного дома произошло мои 16 лет когда он произошло до это было давно уже как так смотрится на это аж а саму не верится я произнес молитву покаяния раскаяния пред богом и принял его лично спасительным в это время моя жизнь она преобразовалась я получил больше чем просто понятие что я избавлен от чего-то там на этой на этом горище я получил освящение искупление это получил оправдание я его получил или получаю или получу я его получил и вот этот момент мы я это что я его получил дает мне понятие что я его держу как дар никто не который я заработал и получил его как бы вот просто так за которой было заплачу последний который заплатил я я не смог это личным делами сделать но также я не воюю или придержусь это спасение в этом или пронести его до конца своими силами усилиями молитвами так далее я принял что оно происходит и я все остальное делаю как факт того что я признаю что это происходит ефесянам 1 глава 3 стих мы говорим официанах богословен бог отец господа нашего еще миссии благословивший непонятно настоящее или будущее прошлое нас вижу миссия всяким духовным благословением откуда мы так любим вот 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 тогда у нас благословил но она спасение еще пока еще нету не или продолжается то что мы получили когда мы приняли еще миссии у нас уже что благословил так как он избрал избрал это избираю или избираю изберу он что сделал избрал нас прежде создания мира значит спасение она уже была богом создана до сотворения мира предоставлена человечеству до сотворения мира нам нужно поверить что это спасение было до моего покаяния даже она существовала для меня для меня она приготовлена было для меня это спасение так он из что мы были освящены были святы и непорочны перед ним любви чтобы мы были преопределив усыновим нас через еще миссии по благоволение по благоволению воли своей есть множество спекуляций вокруг этого слова предпределив припределив приопределение как будто знаете заранее некоторых людей он взял приопределил так далее я не кальвинист по своему мышлению кого не как некоторых он избирает их любимчики так далее нет вот во что я верю я верю что бог знает все он знает каждого человека я верю что только при нашем решении принять его личным спасителем как господина нашей жизни он определяет нам план который он приготовил уже каждому до сотворения мира он уже я приготовил этот план но этот план он год нам как бы сказать он входит нашу жизнь только когда мы сможем или хотим принять его личным спасителем вы понимаете о чем я говорю я я не верю что есть и любимчики и избранные люди я верю что каждый человек имеет возможность приобрести свое приопределение когда когда он принимает ищу а личным спасителем и тогда этот план он открывается для бога это очень важно в похвалу славы и благодать и который он благоденствовал в нас возлюбленным которым мы имеем искупление крови его прощения грехов по богатству благодати его какой он при избытке даровал нам во всяком премудрости и разумении открыв нам тайну своей воли открыв нам тайну открывает или откроет открыв нам тайну по своему благоволению которое он прежде положил в нем я не умоляю будущее настоящее услышали я многие из нас понимаем что что у нас ожидает сейчас и многие из нас верят то что нас ожидает прошлом в будущем но многие из нас не разбирается в том что бог уже сделал для нас прошлом в нем мы сделались наследниками в нем мы сделались наследники быв предназначены к тому по определению совершенства совершающего все по извалению воли своей дабы послужить похвале славы его нам которые ранее уповали на мессию в нем и вы услышав слово истины благовествования нашего спас нашего спасения и у вера в него запечатлены обетованным святым духом вот и слова запечатлены слова как печать до поставлена печать ставится печать или поставится печать или же была печать поставлена поставлена я понимаю что мы и сегодня мы говорим о том что что такое спасение для не за часть что один раз я произнес имя и шоу миссию миссии я навечно уже спасен и не говорю об этом хочу чтобы поняли поняли что это спасение производит в нас некие действия которые мы производим своей жизни и в это нужно поверить если мы не поверим то что бог уже совершил что что он сделал мы не способны жить жизнью которую он дал нам сейчас и в даст нам будущем который есть залогом наследие нашего он стал залогом спасение нашего когда совершила спасение на глаголском кресте мы должны были поверить в него и он стал залогом как печатью которая положено нашей жизни это означает что уже мы не свои мы не свои мы не принадлежим себе мы божьи по определению просто по по окончании такого мысли если он стал за нашим залогом то он стал залогом перед кем-то и он совершает это спасение от дня когда вы помысл покаялись пришли к нему и мы идем дальше просто вами вы меня вот знаете вот извините чтобы с вами говорить так есть писание который говорит до ревности любит а дух божий как как вы думаете зачем ему тот заплатил за нас своей кровью получил залог до святую кровь своего сына купив нас драгоценной кровью потом взять нас отдать кому-то то есть у нас спас однажды а потом кто то что они это самое не внушают доверия не надо отказаться от них кто бы хотел чтобы с вами так произошло никто то есть мы не понимаем что происходит тогда когда бог говорит я поставила тебе мой печать это спасение которое внутри нас она производит на желание и действия по его вас боговоление расположение и она влечет нас и у нас есть проблема с этим потому что мы не понимаем насколько это сильно нашей жизни 1 коринфянам 6 главам один из стих вообще надо было почитать все чуть 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 выше там перечисляются грехи одну вещь могут точно сказать каждый из вас там был вы пополнили число списка греху греху грешников которые перечислены 1 коринфянам 6 главам там 9 10 стих такими были некоторые из вас вы были я был каждый из нас был кто-то с больше это меньше мере но мы все попали список но омылись или обмываемся еще или омоемся мы что мы оправдались именем господа нашего и шуме си и духом бога нашего что-то произошло в этот момент когда мы приняли бога нашу жизнь вопрос что с этим делать что с этим делать знаете меня тревожат люди которые приходят на собрание либо в домашней группы либо вообще по жизни и они не понимают что с ним с ними произошло насколько дороги дорого и прекрасно это чудесное спасение которое произошло в их жизни лука объясняет это очень просто 15 глава 4 стих кто из вас имея сто овец потерял одну из них не оставит 90 99 пустыне и не падет за пропавшей пока не найдет ее а найдя возьмет ее на плечи свои и с радостью придя домой созовет друзей соседей скажет им порадуйтесь со мной я нашел мою пропавшую овцу на эту 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 прекрасную притчу очень часто люди которые себя подобают овце заблудший часто звонят пастыру служителю вот ты же пастырь ты должен меня был найти но не нашел очень плохо искал вот же делает христос он ищет 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 найдет а потом на свои плечи и принесет куда и все радуются я понимаю что это аллегория но чаще всего люди вот так должен служить и пастырь поступать или нет да 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 вот хорошая при но он говорит о немножко другой радости сказываем что так на небесах более радуется радости будет об одном грешник кающихся нежели а 99 праведник не 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 имеющий нужды в покаянии или какая женщина меди 10 драхм если если потеряет одну драхму не зажжет свечи не станет мести комнату искать тщательно пока не найдет а найдя созовет подруг соседок и скажет порадуйтесь со мной я нашла потерянную драхму так говорю вам бывает радость у ангелов божих об одном грешнике кающимся что мы делаем когда мы находим что-то ну правильно мы радуемся мы очень радуемся я вот честно сказать что бог радуется когда мы каемся они говорится что когда-то однажды этот человек покаялся и там все за ну я вспомнил один грешник спасся скажите мне кто из вас не согрешает не стараемся если мы согрешаем нашу грешники а если мы грешники то нам нужно что каяться а если мы каемся то небеса что радуется просто это не то что когда-то когда-то мы покаялись небеса порадовались потом затихли тишина как будто вечность прошла и мы мы и мы так делаем вот тогда когда мы покаялись такая была радость все небеса были открыты а сегодня когда каюсь ничего не происходит мы ошибаюсь говорится в глубине что бог радуется когда грешник любой независимо от того сколько он уже верующий или он не был верующим он каяться раскаиваться своем сердце но знаете я больше скажу что делает делаем мы вообще когда мы что-то нашли скажите пожалуйста радуемся я немножко другая часть мы перестаем искать мига об этом не думаем мы перестаем искать а было такое что вы ищете ключи в доме все перерыли тебя жена спрашивает что ты ищешь ключи хоть они же тебя в руках и ты думаешь это последнее место где бы я вообще искал бы конечно потому что она у тебя есть услышьте спасение у нас есть а мы имея спасение в наших руках найдя их его и имея его ищем почему потому что когда мы приходим на собрание нас на собрание верующих прославить бога мы пытаемся себя найти в боге как мы как бы что мы родились с этим с поиском благорасположения к боже к нам мы ищем его благо мы ищем что он был расположен когда мы приходим и мы у нас она есть не понимая то что это спасение нам дано мы начинаем искать больше благоволения хороши мы плохи или мы что-то мы сделали посетили тетю манию сделали бедным завтраки или что-то еще мы ищем именин пытаемся иметь отношения сказать ну я еще как бы ну ищу тебя он говорит я твое спасение я был ты имеешь меня в своих руках и ты поэтому не радуйся тому что ты уже имеешь перестань искать то что ты уже получил начни радоваться о том что у тебя есть это притча именно об этом я вам хочу сказать что много можно еще говорить но может быть здесь есть люди которые не знают бога разуме вы понимаете что такое могло случиться с иисусом все и шоу миссии глухом кресте но вы в свое сердце не положили как печать его спасение если вы пытаетесь своим собственным делами доказать людям что вы на самом деле верующий человек своим поведением может быть общим пониманием праведности но никогда не делали сердечного раскаяния не призывали личным спасителем я хочу вам сказать что это одна лишь дорога идет дорога в ад можно о нем слышать а можно его принять и когда ты его принимаешь эти спасения становятся реальным уже то есть оно прошло но происходит сегодня еще горит четвертая свеча зажгут пятую сегодня вечером это праздник также является праздником чудес чудного спасения и очищения для каждого из нас для каждого из нас верующий вы вешу о миссии или не верующий вешу о миссии мы все-таки ищем божьего благоволение для них для одних она уже есть но произошло для некоторых еще нужно но все это приобретается через покаяние мы с вами храм духа святого и божий дух живет нас ханука это праздник очищения праздник когда нужно посмотреть на свою жизнь и посмотреть насколько она захвали но этот храм и чем раскаяние об этом все смотрят небеса ангелы любое очищение начинается с осознавания того кто мы что-то было предоставлено и что у нас будет куда мы идем настоящее прошлое и будущее соединяется в хануке кем израиль был кем он стал и кем он будет сейчас мы станем наши ноги у нас хлебопреломление которое также связано с воспоминанием страдания и смерти ишуа миссии равшиу говорит о том что как все это делайте тогда когда вы будете вспоминать обо мне ишуа означает спасение для многих из вас может это время для спасения сейчас что для этого нужно сделать призовет каждый кто призовет имя господа спасется для тех кто призывал его и вы чувствуете что вы забыли о том спасение которое вам было дано она притупилась вы каким-то образом пытаетесь еще найти как ключи которые находятся в ваших руках все что нужно сделать сегодня это сказать господи я совершаю свое спасение через крови шо миссии она была есть и будет если вы никогда не принимали господа ищуа иисуса лично спасителя вы хотите приобрести радость своей жизни все что нужно сделать опустить свою голову знак согласия с тем что бокс свят он есть и и воздаст сказать ему что вы устали от такой жизни которую ведете личными делами пытаетесь исправить свою жизнь и попри пригласить его свою свою свое сердце свою жизнь и изменить ее эти ребята которые здесь на сцене когда-то они сделали этот шаг многие из вас не знают жизни наталья была девчонка в израиле потерянным человеком будучи на земле святой у храма и все равно быть потерянным быть евреем не означает еще быть при определенным для спасения нужно поверить в то спасение которое бог предоставил услышите он это сделал уже все что нам нужно сделать это согласиться с тем что он есть он был и он грядет грядет чтобы взять за то что право его вы знаете что каждый из нас на этой земле мы его право он нас отворил по образу подобию своему и вот тогда когда он соберет всех он сделает отделение я хочу попасть в то будущее спасение которое ожидает меня молиться очень проста оба прошу тебя то что сказал рэбе может это не до конца еще понимаю но внутри я осознаю что мне нужен спаситель что мне нужно спасение которое удивительно но приносит свободу спасение которое для меня уже было приготовлено еще до сотворения мира я принимаю это спасение принимаю ищу его жертву на Голгофском кресте и я хочу быть абсолютно другим для тех кто уже давно верующий знают как на кого сладостно это чувство чувство переживания радости что ты спасен молитва очень тоже проста оба как я рад что я сделал этот выбор выбор моей жизни и если пришло в моей жизни какое-то замешательство некое депрессивное состояние о том что что происходит и что будет в моей жизни дальше я прошу тебя обнови во мне эти чувства первой любви обнови во мне это чувство переживания радости что я спасен тобою и сегодня ханука пускай твое очищение придет через дух святой очищай меня чтобы я был достойным господь сегодня участвовать в трапезе в трапезе которая меня ожидает в будущем тайна которая сокрыта через познание тебя смерть его мы провозглашаем доколе он придет а вопрос у тебя прибуд с нами во время сейчас поклонения приглашу вас участвовать в клевопреломлении и не 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 им